На этот день гомельчане чекают особливо 9 мая, святое, какое обед новое поколение. Пять годов тому на Гомельчане народилась идея провести парад перамостов, в рамках якого всем жахарам пропоновали прийти на урочесусе с портретами своих родных, удельникам Великой Ачиной. Проект набыл такую популярность, что теперь его можно назвать всенародным. Сегодня его удельниками стали тысячи гомельчан. На фотографии это моя свекровь, Жарова Анастасия Максимовна. Прошла всю войну с первого до последнего дня. Участник Сталинградской битвы выносила раненых с поля боя. Полковник Александр Толкунов на парад пришел разом с детьми и унуками. И о чтении каких годов тому вырубил портреты всех родных, которые принимали удел Великой Ачиной. Кажется, что удел у акции парад перамостов дозволил усим отчуть себе великой семьей, якая ведьмига нарисов своей гистурией. Мы почувствовали себя единой семьей. Потому что прапрадеду Петру Сергеевичу, он с 902 года рождения, а самый маленький, вот сейчас полтора года, это мой внук уже, он с 2016 года рожден. То есть вот 114 лет отделяет этих людей. Но мы вместе. Сегодня мы вместе и в одном строю идем. И мы гордимся нашими предками. И хотим, чтобы вот эти малыши, они, конечно, еще ничего не понимают. Но где-то на подсознательном уровне, наверное, что-то отложится у них. У Вогли детей на сегодняшнем святе было шмат. День перемоги соправды добрая махчимость выховать у их почечу патриотизму и гонору за свою родимую. А так само-то помахчаем на властное вочи убачить соправданных ветеранов Великой Ачиной, представников поколения, якое выродовало краину. До речи, удел у сегодняшнего парада у Гомеля приняли больше 25 тысяч человек разных взрослых. В 17 лет мне было, и не призвали, пошел добровольно. Я учился в техниках железнодорожных, но мать погибла здесь еще в первые дни войны, а отец в 43-м, и я пошел защищать родину. Присягу и выдержал ее до конца. В час митинга на мемориале «Вечный огонь» размолвав роди Гомеля у Великой Ачины. На початку войны части Червоной Армии и ополченцы на протягу амаль 5-ти днен стремлюли ворога на Гомском Накерунку. За гэтый час яны знищили больше 80 тысяч гитлеровцев, а прачатаго на их рахунку каля 200 танков и 100 самолетов. У весь час, паколь притягивалась оккупация города, тут денежала подполье. Разом с героичными сторонки трагичные. Захопники знищили каля 5 тысяч домов, усе промысловое предприемство и городскую инфраструктуру. За 150 тысяч двоенных жихаров, производителей у Сустрыкали меньше 15 тысяч человек. Сегодняшний гумель памятает тех, кто отстоял свободу и одновил город с руин. Теплая надворья и насыщенная различная на все взрослые святочная программа, тематичные выставы, кинотеатр под открытым небом, солдатская каша, историчная реконструкция и выстава военной техники, жадающих трапить в Гомельский музей войсковой славы сегодня стольки, что приходилось в пыльный час провести у Чарзе. С уликом свято работники установы зарабили выключение. На экспонаты можно было не только поглядеть, а и залезть на их. На танковой броне становилось особливо заразумело. Мы перемогли тому, что были одними и моцными. Как уявить реальную боевую мощь Чарваной армии, необходимо обоевсково убачить эти танки. Вот это, например, в середине Т-34-85, и он принят на избраение в 43-м годе, а побочь знакомитый ИС Иосиф Сталин. Концертная программа «Обоевсковая частка всех урочистостей». День перемоги 2018 в этом сенте выключением не стал. На шмаркиких плясовках один-одного изменяются выхованцы дитяших школ Мастасов, театры танца и народные коллективы. На кольке дозволяя здоровье, у деньки великой отчины, им кнутся принять удел у максимально большей колькости мероприемцев. Для их 9 мая – самое головное свято, починаючи за того переможного 45-го. Когда узнали, что День Победы, ну, по связи-то нашей, я в артиллерии, зенитной служил. Ну, сделали салют, выпустили несколько снарядов с пуши. Ну, и начали праздновать Победу. Уже еще не объявлено было по радио. Ну, и признали. Так вот было.